Сейчас в российском обществе, как известно, вопросы, связанные с реформами образования, обсуждаются, хотя от этого обсуждения сами реформы не меняются ни на секунду. Все затмевает вопрос с ЕГЭ, но существует еще целый ряд вопросов, и один из них это внедрение в школу религиозных дисциплин, который соседствует с другим вопросом, вопросом о идеологизации, наличие идеологии в системе образования. Есть очень хорошая книжка, написанная французским историком Марком Ферро, которую не так давно переиздали, которая называется «Как рассказывают историю детям в разных странах мира», которая показывает, и любой анализ школьных учебников это показывает, что школьные учебники к исторической науке чаще всего имеют довольно малое отношение. Можно говорить о существовании некоторых учебников, которых все-таки ситуация иная или учебных программ, но прежде всего задача школьного обучения истории в государстве — это создать в голове у школьника непротиворечивый и, безусловно, идеологически окрашенный образ истории своей страны. Мы все знаем, какой была история в советский период и какой она является сейчас в школе. Но здесь, собственно, возникает проблема, связанная с религией, потому что внедрение этих самых религиозных дисциплин — прежде всего, это основа православной культуры. В Московской области есть такой замечательный предмет — духовное краеведение. В ряде регионов это может называться по-разному, но факт остается фактом. Это, безусловно, идеологическая, новая идеологическая модель восприятия не только истории, но и окружающего общества. Под основой православной культуры подразумевалось начало нравственности, например, знакомство с определенными чертами родной культуры. Но здесь вопрос очень простой. На самом деле, с этими чертами культуры может знакомить не отдельный предмет, а история искусства, собственная история, литература. И в тот момент, когда преподавание этих дисциплин сокращается и резко ухудшается благодаря ЕГЭ, на них в смену приходит плюнный суррогат в виде уже упомянутых основ православной культуры и прочих клонов. Безусловно, здесь сочетаются интересы и государства, и церкви. Почему это в интересах государства? Потому что государство без идеологии существовать не может, а в составную часть современной российской идеологии входит вот этот самый конструкт времен 19 века в модернизированном варианте православие, самодержавие, народность. Религия здесь выступает в качестве такой цементирующей силы. И те критики, которые заявляют о том, что РПЦ в определенной степени заменяет КПСС, они в чем-то, конечно же, правы. Другое дело, что в современной российской идеологии она не едина, она мозаична. И наряду вот с этими идеологемами, в которые входят идеализация дореволюционной российской истории, полное отрицание тех или иных негативных сторон истории православной церкви, приписывание к православной культуре, например, русской классической литературы, которая чисто светская, которая хотя использует религиозную символику, использует ее исключительно в художественных целях и так далее. Так вот, наряду с этим, в современной российской идеологии, наряду с вот этой монархической, православно-монархической традицией, существует и неолиберальная традиция. Одно из основных положений которой, это утверждение, согласно которому рынок, рыночная свобода синонимична свободе политической. Здесь можно говорить о тех или иных модификациях, но вот эти две вещи, казалось бы, друг другу противоречащие, друг с другом непротеревучиво объединяются. Если вы откроете школьный учебник общества знания, вы там найдете целый ряд неолиберальных мантр, которые опровергаются просто взглядом в окно и минимальным знанием то, что сейчас происходит в мире. С другой стороны, вы открываете учебник по основам православной культуры и как бы попадаете в другой мир. И что интересно, у нынешних студентов эти вещи могут действительно сочетаться в голове и не вызывать протеста или противоречия. Собственно, в этом смысле нужно сказать, что эта идеологическая модель уже срабатывает. Как именно срабатывает? Именно в том, что человек становится все менее способным целостно воспринимать окружающий мир. Это вообще довольно серьезный вопрос. Часто говорят о мозаичности сознания, о клиповом мышлении и ссылаются на разлагающую роль интернета, современных технологий и так далее. На самом деле вопрос ведь не в том, что человек использует обязательно молотву в качестве орудия убийства, да? Он может использовать то, чтобы забивать гвозди. Известная проблема, связанная с интернетом, связана не с тем, что интернет дает доступ к определенным негативным аспектам информации, да, там, не знаю, к порнографии, да, к тому, что сейчас модно, с чем модно бороться с политическим экстремизмом, подверстывая под него все, что ни по поводу. Проблема заключается в том, что у подростков, вышедших вот из подобной системы, не существует возможности целостного взгляда на мир, потому что их к этому просто не приучили. И здесь замечательным образом сочетается и внедрение вот этих идеологем и умолчание о том, что в них не вписывается, например, о тех же самых проблемных аспектах российской и не только российской истории, с отсутствием целостного мышления. Вот ЕГЭ в применимании, о чем я могу говорить более-менее авторитетно, это ЕГЭ в гуманитарных дисциплинах, ЕГЭ не дает возможность целостно представлять тот предмет, благодаря которому, который нужно сдавать. В частности, хотя бы только по психологической причине, когда человек в школе последние два года готовится к ЕГЭ, то считайте, он в армии отслужил, да, а потом ему нужно в течение определенного времени обратно приходить в нормальное состояние. И что в этой ситуации остается? Остаются очень абстрактные, очень общие, которые воспринимаются не только из школы, но и из телевизора, разумеется, из других источников. Общие идеологемы, о которых я уже говорил. Во-первых, это вот эти набор неолиберальных идеологем, согласно которым рынок решает все, и главная твоя задача в жизни это продать себя на рынке, а если тебе это не удается, то виноват ты сам лично. То есть ты должен воспринимать, должен в кавычках, общественные проблемы как сугубо личные, и не видеть за ними социальных проблем. А с другой стороны, ты представляешь историю и представляешь собственную культуру вот в подобном религиозном ключе. Еще самое забавное, действительно, в этой ситуации, что происходит переключение из одного ракурса в другой. А почему это происходит непротиворечиво? Потому что все это фиксируется на уровне обыденного сознания, и самое главное, что это не удается проблематизировать. Вообще, какая задача любых гуманитарных предметов? Конечно же, ни школьный учебник, ни школьный учитель не может абстрагироваться от идеологии. Любой человек, любой исследователь, любой историк является носителем религиозных убеждений, политических взглядов, и он не может, приходя в классный урок или в архив, занимаясь исследованием, положить их на полку и закрыть их на время своих научных или педагогических занятий. Это невозможно. Но он может себе отдавать отчет в этом. И его задача не в том, чтобы его ученики или его читатели вызубрили определенную модель, а в том, чтобы они нашли возможность сформировать свою собственную точку зрения. Так вот, нынешняя система школьная и присутствие в ней вот этих идеологических моментов как раз и мешает это сделать. Если советская система при всей своей отрицательной роли, при всей своей изылодигизированности, при всей абсурдности того, что тогда называлось марксизмом-линизмом и не имела никакого отношения к ортодоксальному, даже ортодоксальному марксизму, вот при всем при этом она представляла целостный окружающий мир и давала возможность ученику при его желании самому сомневаться в тех идеологических догмах, которые ему там же и навязывались. Именно благодаря системности, системному представлению, системному мышлению. Современная школа, с моей точки зрения, эта вещь совершенно сознательная, не дает эту возможность и создает в голове вот эту вот мозаику из различных историй, из различных идеологических штампов, которые оказываются актуальными и которые можно актуализировать в конкретный политический момент. Единственное противоедие против этого, конечно же, это самостоятельный поиск информации и, конечно, это всегда одиночки те учителя, если мы говорим о школе, которые работают не по учебнику, не по программе, хотя чем дальше, тем сложнее это становится делать, которые работают именно с этой целью, научить ученика думать не так, как я, а так, как он сам. Но самое главное, научить это делать, научить самому ставить проблемы и искать на них ответ, что противоречит задачам любой на самом деле правящей идеологии.